Как играется The Walking Dead в 2024 году? Пробежимся кратко по каждому сезону, расскажу в чём плюсы и в чём минусы, есть ли прогресс, какие-то изменения. Косвенно затронем сам сюжет и так далее, чтобы вы понимали, стоит ли тратить свои кровные на эту игру, либо её скипнуть. И в этом ролике я постараюсь вас убедить, либо наоборот разубедить. Спойлеров конечно же избежать не получится, я хочу частично затронуть диалоги, персонажей и их поведение. Поверьте мне, за спойлеры я крайне осуждаю, но в этой игре это лишь малая часть, даже если узнаете финал 4 сезона, практически ничего не изменится, ведь самое важное это прочувствовать, а прочувствовать можно только поиграв. К тому же у нас есть выборы, да они слегка раздутые, так как глобально ни на что не влияют. В The Walking Dead 4 основных сезона, 1, 2, новый рубеж и финальный. К ним есть ещё и дополнения, 400 дней и история Мишон. Играть не обязательно, но в 400 дней нам покажут некоторых персонажей, с которыми мы встретимся чуть позже, узнаем историю их становления. Все эти сезоны выходили как отдельные игры, но благо, что в 2020 году вышла финальная версия игры, в которой собраны все дополнения и все сезоны. А плюсы следующие. Графические улучшения, бонусы от создателей, эксклюзивные ролики и комментарии разрабов, и оптимизация игрового процесса, как пример синхронизация озвучки и улучшенный интерфейс. А если ещё и посчитать по цене, то тоже выйдет дешевле. Я долго думал как именно поступить, были сомнения по поводу ремастера, так как чаще всего разработчики каким-то образом умудряются всё поломать, как это было с серией Life is Strange, вроде как добавили даже маукап, чтобы более явно выражались эмоции, но просрали всё остальное и даже просят за это какие-то бешеные деньги. Если будет интересно, могу сделать ролик, дайте свой фидбэк. Так вот, почитав комментарии, люди всё-таки больше хвалят Definitive серию, если вы новичок или решите ещё раз перепройти, это будет идеальный вариант, но для тех, кто гонится за достижениями, лучше скипайте, потому что достижения в Definitive серии самые простые, выдаются за прохождение каждого эпизода. В любом случае, для любой из версий необходимо будет установить русификатор, хоть и в Definitive серии указано, что присутствуют русские субтитры, они далеко не качественные, во-первых это автоперевод, что уже звучит некачественно, и действительно ошибок очень много, не все фразы переведены, в особенности второй сезон. Ну и второй огромный плюс, то что все части и версии доступны в Steam для RF, за что отдельный респект. Передаю огромный привет Life is Strange, а именно издателю Square Enix, ведь ваша борьба с простыми игроками, тем более фанатами много чего стоит, в кавычках. В первом сезоне мы играем за персонажа по имени Ли, ходячие только-только начали появляться, из-за чего произойдёт множество жертв, незнание как с ними бороться, что делать и как выживать. В тот день Ли везли в тюрьму, он был осуждён за убийство мужичка, который спал с его женой. Попытавшись выбраться из всей этой суматохи и понять, что у вас здесь происходит, Ли натыкается на домик, в котором мы познакомимся с ещё совсем маленькой Клементиной. На протяжении всего первого сезона Ли будет её защищать, обучать выживанию и давать советы, которые ой как пригодятся на протяжении всего её путешествия. То есть отношения как к родной дочери. По пути им повстречается множество других людей, со своим индивидуальным характером. Мы узнаем, на что люди готовы ради выживания и насколько опасны ходячие. Так как я играл в первый сезон достаточно давно, наверное в год его выхода, моё мнение может быть отуманено ностальгией. Тем не менее, минусы присутствуют и их не так тяжело найти. В 2024 году основная история воспринимается очень хорошо, но стоит только от неё отойти, как замечаешь многие косяки. И я хочу сказать то, что первый сезон идеально вписывается в то время, когда он вышел 2012 год. Сейчас многие диалоги могут показаться притянутыми за уши, в особенности когда начинается какой-то экшен. К тому же достаточно серьёзно наезжает на самого игрока. Во время выбора кого спасти люди задают вопрос «Почему я, а не он?» и начинают сверлить тебе голову, как бы ставя тебя в неловкое положение. Нелогические поступки персонажей. Когда вот-вот наступит трындец, под боком ходячий жуёт ушко, какого-то хрена начинаются выяснения отношений, детские обидки. Из-за этого действовать рационально не всегда разумно. Проще подлизывать зад Кенни до конца первого сезона. Иначе, как бы ты не спасал сына Кенни, не помогал его семье в трудные минуты, стоя только один раз не согласиться с его мнением об убийстве всё ещё возможной живого отца Лили, Кенни обижается и до конца игры будет вести себя как ребёнок. При этом даже не пойдёт помогать искать Клементину. Я знаю, что многие к нему относятся с уважением. Но во втором сезоне после его длительных скитаний по миру, мне кажется, он перевоплотился в совсем другого человека, того, кто отдаст всё ради спасения своей группы, в особенности Клем и Малыша. Следующий минус – это иллюзия выборов. Об этом ходят постоянные споры, особенно в те далёкие бородатые времена. Что разработчики пишут одно – игра будет адаптироваться под ваши решения, а получаем совсем другое. Как бы ты ни старался кого-то защитить, если по сюжету он или она должны умереть, они умрут. Я к этому отношусь нормально, но зачем тогда статистика отношений? Ведь если с Кенни это влияет на диалоги и некоторые незначительные поступки, допустим, если Кенни обижен на вас, он будет мешкаться, чтобы спасти Ли. Вместо этого его спасёт кто-то другой. Типа результат всё равно один. Нас в любом случае заставляет занимать одну позицию. В их отношениях хотя бы можно увидеть друга, либо наоборот врага. А вот, допустим, уже Катя, Даг и Карли, с ними тоже ведётся статистика отношений. Диалоги будут слегка другие, связаны с доверием. Но поступки, насколько я помню, нет. С Карли ещё смешнее. Пишут, она запомнит это и получает в лицо. В глобальном плане выборы в первом сезоне ни на что не влияют. Выживут те, кто должны выжить и точка. Меняются лишь диалоги. Как я говорил ранее, кто-то обидится, кто-то отвернётся в трудную минуту. Ну ничего страшного, поставленная задача всё равно будет выполнена. Ограниченное время на выбор в диалогах. Каждый раз нам даются три варианта ответа. Ладно, четыре, просто молчание, тоже как ответ. Достаточно интересная реализация. Если мы находимся в спокойной обстановке, времени на ответ даётся больше. Во время экшона нужно решать за доли секунды. Это сделано для атмосферы и нагнетания обстановки, чтобы вы понимали, что находитесь далеко не на курорте. Во втором сезоне завезут паузу, видимо были какие-то жалобы. В нём же исправят многие моменты, связанные с недопониманием некоторых поступков и абсурдности сцен. Вроде как прошёл всего лишь год. Но на моё субъективное мнение, разработчики во втором сезоне очень сильно преуспели. Как бы там ни было, но первый сезон для меня нечто большее. Я до сих пор помню, как ждал выход следующего эпизода. Отлично помню концовку первого сезона. Думал, ну блин, я готов. Никаких слёз. Уверен себе. Топим до конца. У нас сцены сделаны настолько качественно, что только человек с каменным сердцем не сможет их прочувствовать. Когда здоровенный мужчина, ещё и осуждённый за убийство, с шикарнейшим подобранным голосом, до конца борется за маленькую наивную девочку Клементину, с её тоненьким голосочком. Что до сих пор, спустя столько лет, как разработчики, так и сами фанаты частенько ностальгируют по их отношениям. Ведь их пара получилась идеально вписанная в мир The Walking Dead. Все взаимодействия с Клем пушка, особенно финал. Я лил слёзы только два раза, в конце первого сезона и в конце четвёртого. Мои рекомендации для новичков следующие. Ребятки, если вы вообще не в тиме за вселенную ходячих, не смотрели сериал, не играли, не читали комиксы, первые 2-3 эпизода вы можете вообще не понять, что происходит. Все умирают, бегают, кричат, какой-то сумбур. Мне кажется, разработчики слишком переиграли на драме, либо наоборот не дожали в поведение тех или иных персонажей. Это лично моё мнение при первом прохождении. Ты никого не знаешь. Как-то даже плевать на ту же Карли поначалу. Но при втором прохождении, уже всё становится на свои места. Вы не подумайте, что я как-то критикую первый сезон. Даже если это так, то только с любовью. Конечно же нет. Для меня он лично один из лучших. Но в данном случае, я стараюсь себя поставить с точки зрения нового игрока в 2024 году. Поэтому, пожалуйста, доиграйте до конца. Скорей всего вас полностью затянет в этот мир и эту атмосферу. Прежде чем перейти ко второму сезону, не обязательно, но рекомендую поиграть в дополнение 400 дней. Оно коротенькое, но достаточно задорное и интересное. Раскрывает некоторых персонажей, которые будут во втором сезоне. Всего 5 персонажей. С разными историями. Выделено 10-15 минут на каждого. Второй сезон вышел на самом деле быстро. Практически через год. С хвостиком. В этот раз мы окунемся в шкуру Клементины. Наши старые знакомые девочки. Как вы знаете, если меняется главный герой истории, обычно многие забрасывают, потому что не интересно. Но ребятки из Telltale Games сделали, наверное, одну из лучших замен протагонистов. Ведь благодаря нашим наставлениям в лице Ли, Клементина будет брать его повадки, способы выживания и решения многих проблем. А частенькая ностальгия и благодарность ее другу Ли, еще больше подпитывают к ней симпатии. История продолжается сразу же после финала первого сезона. С некоторыми уже знакомыми персонажами. Проходит полтора года скитаний. Группа разбита. И состоит всего лишь из двух человек. Их план отправиться на север. Говорят, что ходячие в той области из-за мороза более пассивные. А то и вовсе откидывают коньки. Но на них нападают. И их судьбы с этого момента разделяются. Клементине придется найти помощь, новую группу и продолжить движение. Как вы уже могли понять, все не так гладко. Снова куча смертей, предательств и так далее. Многие обожают первый сезон. Но лично для меня второй более эмоциональный. Показывает, что ходячие это далеко не проблема, нежели человеческая сущность, которая может прикрываться обликом жертвы. И на что готовы люди ради спасения своих близких. И самое главное, на что готова сама Клементина. В этот раз нас встречает более улучшенная графика. Новый интерфейс. Как в свободном режиме, так и во время выборов. Решение слегка странное, так как почти пол экрана занимает варианты ответов. Благо, что в следующих сезонах они снова переделают эту часть. Стало более отзывчивое управление. Ну и конечно же геймплей. Ведь теперь не просто нужно нажимать кью и удар, но и уклоняться. Вы не поверите, но паузу тоже завезли. В общем, прогресс в этом плане видно. И это действительно легче воспринимается. Больше экшена, больше движухи и загадочности. Лучше стали описывать мотив каждого персонажа. Свели к минимуму плаки-плаки взрослых бородатых мужчин. Но криповатые улыбки все равно остались. Изначально я боялся, что второй сезон станет более ванильным. Так как мы играем за маленькую девочку. Ну и вы сами все понимаете. В играх ни в коем случае дети не должны подвергаться рукоприкладству. Не должны видеть кровь и сами убивать. Если, не дай бог, The Walking Dead будет ремейк с переосмыслением истории, я думаю мы увидим очень ванильную игру. С кучей тупого американского юмора. Вместо смертей. Но благо пока этого не произошло. И я искренне рад. Тем не менее, убийств много. Жаль, что не всех можно убить. А я когда проходил, не зря эту сучку рыжую не прощал. Хотя по статистике многие чё-то ей симпатизировали. Вы чё ребята, таких людей надо раскусывать сразу. Но без проблем в этом мире никуда. Те, кто жалуются на второй сезон, частинка отмечает, что свобода от действий стала в разы ограниченней. Мы чаще всего наблюдаем за кинцом. Сюжетные дыры и недосказанности. В одном из моментов Клэм скажет, что умеет зашивать раны. Этому её научила Криста. Но все подробности отсутствуют. Была ли какая-нибудь причина или событие, подтолкнувшее на это? Остаётся загадкой. Может быть я чего-то не понимаю, но куда делся ребёнок Кристы? Меня этот вопрос мучил на протяжении всего второго сезона. Многие шутят, что вот он. Ха-ха-ха. Куда делась сама Криста? Лагерь поделился 50 на 50. Кто-то уверен, что погибла, кто-то ищет пруфы, что жива. Единственный пруф, что нам так и не показали её тело. А Теллтейл, если всё-таки кого-то и убивает из игры, то прям чётненько на этом акцентирует внимание. А то, что произошло с Кристой, больше похоже на неопределённость. Это хороший довод на самом деле, но мне кажется, что она всё-таки погибла. Во-первых, ребёнка нет. Где он хз? Может там произошло что-то страшное и она теперь не желает бороться дальше. Во-вторых, её отношение к Клэм стало более нейтральное, а иногда и грубое. В-третьих, Криста, по ощущениям в её последние мгновения, Dead Inside. Из-за этого, мне кажется, разрабы дали понятие игрокам, что она стала уже совсем другой. Не той Кристой, которая частенько улыбалась и верила. Недостаточно сильная мотивация злых персонажей. Злых по меркам игрока, я имею в виду. Вообще, идеально, когда в таких играх нет добра и зла, и есть просто человеческий фактор и логика, которая переплетается с выживанием. В ТВД это присутствует. Ну, встреча с русскими парнями – клише-клишевская. Выборы во втором сезоне не очевидны. Глобально ни на что не влияет, кроме финала второго сезона. По сути, тоже ничего особенного. В зависимости от вашего выбора будут флешбеки в третьем. Выберем мы этого персонажа или этого, они в любом случае погибнут, но при разных обстоятельствах. В третьем они решили попросту слить всё то, что творилось на протяжении первого и второго сезона. Но об этом позже давайте закончим со вторым. По поводу банды русских парней. Неважно. Возьмёте вы медикаменты у русского или нет, он всё равно вас подстрелит. Дадите вы медикаменты беременной или нет, она всё равно умрёт. Вся банда ждёт вашего ответа. Остаться на ночь или выдвигаться? Решите остаться, кто-то переубедит и вы всё равно пойдёте. Но чуть позже просто проскочит диалог. Типа, спасибо, что ты меня поддержала, чтобы мы остались. Да. Такое частенько будет встречаться. Но от этого игра не стала хуже. Я доволен этим сезоном и крайне рекомендую в него поиграть. Третий сезон задержался и вышел аж через три года. Но уже с другим главным героем по имени Хавьер. Нас знакомят с его семьёй, проблемами, как всё началось и так далее. История достаточно клишированная. Старший брат военный. Есть дети и жена, которая не очень счастлива. Так как после войны переходить на гражданку тяжело и не всем хочется. Воин до конца своих дней воин. И Хавьер, младший брат, можно сказать распиздяй. Был звездой бейсбола. Но всё прострал из-за мошенничества в тотализаторе. Брат куда-то пропал. А Кейт, увидев беззаботную жизнь Хави, начинает в него влюбляться, мечтая о том, чтобы путешествовать. Клементина в этой истории будет присутствовать. Конечно же, без неё никуда. Но больше как второстепенный персонаж. Играть мы за неё сможем только во время флешбеков. Сильно вдаваться в подробности не хочу, так как если убрать третий сезон, вообще ничего не поменяется. Все те поселения, города, персонажей, которых повстречаем на своём пути, больше не встретим. Можно нарезать все моменты с Клем, а самое главное её флешбеки и просто посмотреть за 30 минут. Чтобы знать, чем она занималась и кем стала. Поверьте, вы ничего не потеряете. А самое обидное, что эти разработчики решили слить всех персонажей, оставив только Клем и Эйджея. Даже её характер, ведь на протяжении игры за Хавьера мы сами будем лепить Клем как нам удобно. Получается, что первый и второй сезон вообще не нужен с таким подходом. И это обидно, потому что в третьем сезоне есть отличный парень, кличет себя Иисусом. Достаточно интересная его и без того двухминутная история. Его не раскрыли вот вообще никак, хотя хватило даже этого времени, чтобы к нему появилась симпатия. Понимаете? В конце Хави скажет Клем, чтобы она возвращалась вместе с Эйджеем назад в Ричмонд. Он научит играть его в бейсбол и расскажет об истории команды, которая указана на кепке Клем. Естественно, никто не вернется. Вы спросите почему? Ответ мы получим аж в финале четвертого сезона. Буквально одной строчкой. Возвращаться опасно. Но вы не подумайте, что третий сезон прям сильно печальный. Нет. В нем все-таки содержится интрига, путешествие по поселениям. Но со смертями персонажей решили слегка подзавязать. Из-за этого в конце не получаешь никаких эмоций. И не только поэтому, потому что я лично не успел никому привязаться. Как-то безразлична их судьба. Но с интересом наблюдал за Клем. И флешбеки тоже никак не помогли, потому что с ними небольшая беда. Приведу пример с Джейн. И если во втором сезоне мы решили с ней остаться, практически с самого начала мы узнаем, что Джейн решила роскомнадзорнуться. Последующие флешбеки будут иногда ее затрагивать. И нам предоставляют варианты ответов. Слева вверху экрана будет писаться, что Джейн это запомнит. Если мы допустим нагрубим или похвалим. Но вот только какой смысл от этого. Ведь мы уже знаем ее судьбу. Плюс, как я говорил ранее, ее попросту похоронят как персонажа. А она столько стала не собой, что я даже не знаю, что случилось. Нам это не рассказывают. И только не говорите, что это из-за беременности. Ведь это такой абсурд. Плюс, в конце второго сезона, если мы выбрали Джейн, к нам придет семья и у нас будет выбор. Впустить их или нет. В третьем сезоне скажут, что эта семья с ними пожила, украл еду и ушла. Все. Просто чеховское ручье. Без сюжетных дыр снова никуда. Но здесь их собралась целая стопка. Многие из них мелочные и не такие значительные. Но ТВД сюжетно ориентированная игра. И такие косяки допускать ни в коем случае нельзя. Когда в других играх можно эти дыры попытаться перекрыть геймплеем или открытым миром. Некоторые моменты так и не объяснили. Может быть, конечно, я не понял, поправьте в комментариях, по какой причине у Клэм отобрали ЭйДжея. При этом, лысая подруга говорит, что ЭйДжея ей никогда не отдадут. Это вообще как понимать? Почему нет? Это такая оплата за еду или что? К тому же, зачем им нужен больной ребенок? Когда док сказал, что ему уже ничего не поможет, только смерть. Зачем тратить ресурсы? Снова не ясно. И самое смешное, знаете, как объяснят, почему ЭйДжей выжил? Он просто оказался сильным. То, как Хави каждый гребаный раз попадает в ловушку. Он говорит, что у нас есть план. Идем освобождать. План следующий. Просто прийти в логово Льва и с ними попытаться договориться. Их кидают. Садят в клетку. Спустя несколько эпизодов допускают ту же самую ошибку. Взамен проработки сюжета и персонажей мы получили чуть больше экшена. Так, они были возле этой лестницы. Хм, посмотрю-ка я в другую сторону. Я, пожалуй, промолчу, насколько быстро Кейт разобралась в управлении бульдозером. Еще я промолчу, откуда Хави научился так метко стрелять, не целясь в мушку. Я промолчу за баги в третьем сезоне, за качество зомби, это что такое, 10 фпс. Я промолчу за сомнительные и непонятные выборы в третьем сезоне. Даже простой укол или не укол ЭйДжея повлияет на характер Клэм. А ее характер повлияет на финал, будет жить кое-кто или нет. Я об этом не знал, только когда загуглил уже убедился. Там же Клэм влюбиться в Гейба и все на этом закончится. В четвертом лишь Клэм зададут вопрос, была ли она влюблена или нет. За семью Хавьера, за Гейба, за других персонажей все просто забудут. А потому что этот сезон никому видимо и не нужен был. И когда в четвертом, финальном сезоне, собрались старички-разработчики, они видимо были такого же мнения. Но давать заднего нельзя. Поэтому всеми силами пытались избежать упоминания третьего сезона. А подытожить я могу следующими строчками. На протяжении всего сезона, нас пытаются заставить почувствовать виноватыми. Куда бы ни шагнул Хавьер. Везде чувствуется эта духота от окружающих. Даже от собственного брата. Я имею ввиду обстоятельства Скейт и его семьей. Финальная точка для меня стала в этом моменте. Почему я должен соблезновать этой барышне? Я ее первый раз вижу. Был знаком с ее мужем буквально двумя строчками. Почему я должен ее защищать и жалеть, когда она направляет свой ствол прямо в… пыталась в лицо? Но ее глазной прицел видимо сбит. Когда мы играем первый и второй сезон, погибают близкие люди наших главных героев. Но и приходят новые. И в чем был кайф ТВД? То, что любого персонажа могли слеть буквально в первом же эпизоде или через 10 минут реального времени. Третий сезон решил пойти по другому пути. Даже когда ты думаешь, что кто-то погиб, оказывается нет. Каким-то образом, как из боевиков, все чудом остаются живы. Играть или не играть смотрите сами. Можете просто глянуть флешбеки Клэм. В том же году выходит DLC про Мишон. Кто смотрел сериал, вы должны хорошенечко ее знать. Но это отдельная история, которая никак не пересекается с основной. Мишон Дэд Инсайд внутри. Стал такой из-за потери своих двух мелких дочерей. Эта травма глубоко укоренилась в ней. Дошло до того, что появились постоянные галлюцинации. В один день Мишону все надоело и решила она отъехать в мир иной. Но ей помогли и она очутилась на корабле с другой командой. Их отряд занимается поиском людей и дальнейшей помощи. Но рано или поздно все может пойти по одному месту. По частоте вышли на девушку, которая попросила хелпануть ее. Недолго думая, Мишон вместе с Питом отправились на опустошенный корабль. По ней коэнфе на нем должна быть команда Пита или его знакомые. По прибытию мы находим только их трупы и сумку с припасами, что уже очень подозрительно. В общем нашлись хозяева этой сумки. Чуть позже оказывается, что настоящие хозяева этой сумки совсем другие люди. А эти ребятки обычные воры. Вот незадача. Хозяева сумки подумали, что мы с ними заодно и теперь Мишон нужно будет выбраться из этой ситуации. Достаточно интересная история с динамичной боевкой. Персонажи проработаны неплохо. Самые обычные подростки. Самые обычные дети, которые просто пытаются выжить. Это олицетворение того, как бы поступили многие люди в таком мире и ситуации. На ваше усмотрение. Можете играть, можете не играть. Что-то средненькое. По сути это одна большая отсылка на сериал Ходячие мертвецы. Четвертый и финальный сезон нас встречает достаточно интересно. Как говорят сами разработчики, две студии снова собрались вместе, своей старой командой и постарались над финалом. Мы играем за уже взрослую Клементину и под нашей опекой найденный ЭйДжей. Ее судьба отзеркаленная сли. Теперь уже она будет учить ЭйДжея выживать, воспитывать и давать жизненные советы. От наших выборов зависит характер пацана. Вместе с ЭйДжеем они путешествуют и ищут безопасное место. Иногда заглядывая в дома в поисках еды. В какой-то момент попадают в ловушку. Агрятся зомби. Итог. Дерево. Привет. Нашли их подростки, которые живут в школе для сложных детей. Сама школа неплохо так защищена от внешней угрозы и поэтому Клем и ЭйДжей хотели бы в ней остаться. Но из-за некоторых событий их выгоняют. Потом снова возвращают, потому что обнаруживается старая знакомая из первого сезона. Начинается война с другой бандой. Четвертый сезон уже больше о человеческих отношениях, влюбленности и жертвах. Понимании того, что ходячие не так страшны, как их молюют. А вот люди, это уже совсем что-то другое. Они непредсказуемые и очень опасные. В этом сезоне тоже есть проблемы, но их настолько мало, что я даже не хочу душнить на эту тему. Заметно, как очень сильно улучшилась картинка. В особенности освещение и тени. Погружают в атмосферу на все 100%. Сильно изменился геймплей. Точнее, он появился. Мы уже можем двигать камерой на все 360 градусов. Новые кнопки QTE, не только QE, простите за автологию. Стрельба из лука. Да, она корявенькая, но я её тоже не буду хейтить. Простите, мне просто не позволяет совесть. Драки, то, как они прячутся за ходячими. В общем, постарались на славу. Появились выборы в свободном режиме. Как, допустим, в первой локации. Когда что-то подсвечивается красным, это значит, мы можем решить, стоит ли так поступить или нет. В данном случае, позвонить в колокол, как гласит вывеска, или проигнорить. Фиг знает, кто там живёт или не живёт. Выпить воды или всё же не стоит. Хотя перед этим, когда рылась в багажнике, высветился статус о том, что Клэм давно не пила очищенную воду. Появились различные статусы и коллекционные предметы. Этими предметами будем украшать собственную комнату Клэм и АйДжея. Короче, одним словом, очень сильно выросли в плане разработки. Также теперь хоть ясно, какое действие необходимо сделать, чтобы продолжить повествование. Можно всё обойти, со всеми пообщаться и не сыковать, что где-то что-то пропустил. Теперь действительно, ТВД выглядит так, как должна выглядеть. Я очень рад, что разработчикам всё же удалось найти отличную баланс геймплея и сюжета. Я не кушал вашу еду, честно. Мой жир в зомби-апокалипсисе из-за широкой кости. При подборе какого-то предмета появляется подсказка, что мы можем сделать с этим предметом. Это же касается и выборов. Наш выбор очень сильно повлияет на воспитание пацана. Наш подход, решение задач и так далее. Этот сезон стоит того, чтобы полностью пройти всю игру и насладиться в конце финалом. Вот такой хотелось бы получить ремейк ТВД. Чтобы в первом сезоне появился подобный геймплей. Новые выборы, графика и всё в таком духе. Заметно лучше стали анимации, даже появилась хорошая мимика. В общем, игра очень сильно выросла в плане проработки мира, повествования, атмосферы и прописанных персонажей. Каждый из них по-своему уникален. Можно без проблем назвать имя и сказать, чем именно он отличается от остальных. Хотя изначально были такие мысли типа, твою мать, подростки. Скорее всего будет помойный американский юмор. Но нет, я рад, что ошибался. Сам ЭйДжей постоянно размышляет, задаёт вопросы и пытается понять. Да, у него не всегда получается сделать правильный выбор, с точки зрения нас, обычных игроков. Но тем он и интересен, что постоянно учится и пытается поступить правильно. При этом слушается, что скажет Клэм. То, как его проработали мне понравилось. Как бы он даже не действует на нервы. Ведь очень быстро осознаёт, если что-то сделано не так. Отлично подобрали как голос, так и внешность ЭйДжея. Он может быть как расстроенным, так и с хорошим чувством юмора. И конечно же решительным. Видно, что изо всех сил старается завести друзей. Защитить Клэм. Сделать так, чтобы его уважали. Особенно забавляя то, как этот малыш носится с револьвером. Это прям супер комбинация. В свою очередь Клэм за ней приятно было наблюдать на протяжении всех четырёх сезонов. В первом она была милая и невинная. Во втором саркастичная и умная. В третьем холодная и решительная. И наконец в четвёртом мягкая и любящая. Её голос идеально вписывается во все четыре сезона. Просто колоссальная работа режиссёра, которая направляла актрису. А ностальгия здесь так и веет. Это проверенный и действующий метод. Даже позвали актёра, который озвучивал Ли. Чтобы записать новые реплики. Отличная работа. В этой сценке, чтобы не пролить слезу, нужно быть действительно камнем. Ли. Ли. Ли? Ли. 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 Сорян. Я не умею выражать свои эмоции. Иногда могу звучать кринжово или не в тему. Но я всё-таки человек и у меня есть чувства. А текст я пишу сразу после прохождения финального сезона. Вот только закончил и сейчас пишу. Чтобы передать настоящие чувства, которые я испытал. И возможно испытаете вы. Я считаю, что третий сезон должен был быть про Клэм и Ай-Джея. А не клишированную семейку с бессмысленными поселениями и людьми, которых нам показали. Мне хотелось бы посмотреть на путешествие Клэм с Ай-Джеем. Было бы круто увидеть, как они выживают, знакомятся с новыми людьми, вступают в группы в общем. Катаются по разным штатам и пытаются найти идеальное место для мирной жизни. И вот тогда уже можно завершить четвёртым сезоном. А завершение прекрасное. Сначала заставляют пролить слёзы. А потом улыбнуться. Подытожить своё небольшое путешествие в мир The Walking Dead я могу следующим образом. Может показаться, что это сопли, но действительно так и есть. За 50 часов, по сути не так много, я очень сильно привязался к этим персонажам. Вспоминаю первый сезон, второй, прям как бы так выразиться правильно. Это конечно плохо получается, но просто атмосфера такая, которая тебя вообще не хочет отпускать. Хочется снова и снова переигрывать. И это связано с тем, что я на одном дыхании залетел в Ходячих и прошёл до конца финального сезона. Когда в году 2012 я ждал эпизоды месяцами, это не то. Ты быстро выходишь из атмосферы. Поэтому рекомендую по возможности играть на одном дыхании. Все остальные игры скипать пока проходите Ходячих. Тогда вы поймёте, что я имею в виду. И только подумав, что 50 часов, с одной стороны, конечно много. Учитывая, что это одиночная игра, в которой онли сюжет, без песочницы и открытого мира. И другие 100 часов, которые я наиграл в Старфилде. Я её настолько быстро забросил, без каких-либо сожалений, без мучений. Спустя месяц я забыл, что вообще там происходило. Настолько пресные персонажи, окружающий мир, геймплей и так далее. И 50 часов в The Walking Dead, которые будут держать меня в этой атмосфере ещё как минимум пару дней. Я, наверное, единственный человек, который не смотрел Ходячих мертвецов. Моя мама огромный фанат этого сериала и постоянно твердила, чтобы я его посмотрел когда-нибудь. И вы не поверите, после четвёртого финального сезона я действительно начал смотреть Ходячих и увидел столько много отсылок, позаимствованных из сериала. Жалею, что раньше этого не сделал. Но будем исправляться. И возможно, в будущем когда-нибудь снова залетим в The Walking Dead. Тем более, вроде как слухи ходят о продолжении. Если это правда, я очень сильно рад. Но боюсь, чтобы они не обосрались. Чтобы сама история не изжила себя. Ведь лучше закончить легендой, как тот же самый Курт, чем выдаивать своих фанатов. В любом случае, держим кулачки за продолжение. И я только с радостью вернусь в ТВД, чтобы снова услышать два прекрасных голоса, Клементины и Ли. Поехали, Клементин. Поехали. Поехали. Поехали, Ли. Поехали. 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 Поехали.